Уважаемые главы делегаций, уважаемые участники заседания, дамы и господа, я с разрешения глав государств начну тогда наше заседание в расширенном составе. Во-первых, хочу всех поблагодарить за приезд к нам в Кыргызстан и хочу поздравить всех с общим юбилеем, 25-летием Содружества независимых государств, поблагодарить за ту работу, которая сейчас была проведена в период подготовки и большую работу, которую провели сегодня в узком составе. И уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, как вы все знаете, в начале сентября ушел из жизни наш коллега, выдающийся государственный деятель, президент Узбекистана, Ислам Абдуганич Каримов. Я прошу всех почтить его память минутой молчания. Хочу также отметить, что по предложению Несултана Абища Назарбаева мы в узком составе, главы государств, приняли решение направить заявление братскому народу Узбекистана, призвать к сплоченности, чтобы в стабильной, спокойной атмосфере провели выборы нового президента и продолжили тот путь, путь стабильности, которым вел свою страну уважаемый Ислам Абдуганич Каримов. Уважаемые главы государств, нам достала почетная и в то же время очень ответственная миссия председательствовать в юбилейный год. И было очень много споров у нас по поводу реформирования СНГ, по поводу оптимизации структуры СНГ. И я очень благодарен всем странам, всем делегациям, которые почти год принимали в обсуждение всех этих спорных вопросов, за то, что мы в конце концов пришли к компромиссу, и сегодня мы сможем подписать те документы, которые закладывают пути реформ, за то, что мы прошли, начинаем первые шаги, и они самые трудные по реформе оптимизации СНГ. И это очень большая работа, особенно со стороны Министерства иностранных дел, со стороны, конечно, глав государств. Сегодня представитель Узбекистана, министр иностранных дел, вспоминал, что некоторые формировки писал своей рукой Ислам Абдуганич Каримов. Это работа всех глав государств, общая работа. И, конечно же, я хочу сказать, что в сегодняшних условиях, в сегодняшней ситуации в мире очень непростой. Мы должны беречь, сохранять любую площадку для вот такого широкоформатного диалога. И иначе такой мир, когда в одиночку никто не выживет. Только вместе, только путем переговоров и компромисса можно решать все эти вопросы. И, конечно же, я очень надеюсь, что когда-нибудь придет время, когда границы, которые разделили страны СНГ, вы знаете, 25 лет назад их не было, что когда-нибудь эти границы, они станут не линиями раздела, а это будут линии, которые объединяют нас, объединяют нас как братские и дружеские народы. Я очень на это надеюсь. Я думаю, не только я. И я думаю, здесь мы найдем такой оптимальный баланс между национальными интересами каждой страны и в то же время между интеграционными процессами. Они во всем мир идут, тем более они должны идти в рамках СНГ. И, уважаемые коллеги, я буду очень короток, потому что все устали. Я благодарен был своим коллегам, главам государств, которые отметили высокий уровень проведения Игоря Кочевников в Кыргызстане. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что в отличие от многих международных спортивных соревнований, эти игры Кочевников, они не политизированы. Там нет какого-то повода, чтобы кого-то исключить, кого-то не допустить. Это абсолютно те игры, которые были когда-то задуманы, игры, которые объединяют, объединяют, а не разделяют народу. И поэтому, уважаемые главы государств, мы хотим предложить, будет приниматься резолюция ООН о поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога на предстоящей 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы здесь предлагаем внести отдельный пункт в эту резолюцию. И мы, конечно же, будем благодарны всем странам СНГ, если они поддержат эту нашу инициативу. Уважаемые главы государств, уважаемые участники сегодняшнего заседания, я хотел бы сообщить также, что принято решение, что с 1 января, с 1 января, в соответствии с документами, председательство в СНГ переходит к Российской Федерации. И по протоколу, конечно, Владимир Владимирович, по протоколу я у вас должен спросить подтверждение, что в следующий год вы берете на себя председательство ООН. Принимайте? Почтем за честь. Спасибо большое за доверие. Ну тогда я хочу поздравить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации. И, конечно же, от имени глав государства СНГ хочу выразить надежду, что этот год будет такой переломный для СНГ. А сейчас я хочу попросить председателя исполкома СНГ коротко очень проинформировать о решениях, принятых на заседании в узком формате, потому что, скажу честно, мы по всем вопросам пришли к консенсусу и решили их просто подписать без обсуждения. Но порядки информации, видимо, Сергей Николаевич, коротко скажете. Спасибо. Уважаемые главы делегации, участники заседания, на заседании в узком формате главы делегации утвердили повестку дня, регламент заседания. С общего согласия на заседании в узком формате принято заявление глав государства участников СНГ в связи с 25-летием Содружества, а также решение об адаптации Содружества независимых государств к современным реалиям. При этом в ходе обсуждения этих документов руководители государств откровенно обменялись мнениями по актуальным проблемам Содружества. Как уже сказал уважаемый Адмазбек Шаршенович Атамбаев, рассмотрен также вопрос о председательстве в Содружестве независимых государств в 2017 году. По предложению президента Российской Федерации принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 11 октября 2017 года в Москве. Что касается порядка работы в широком формате, то принято решение сейчас подписать подготовленные документы без обсуждения. Спасибо. И хочу добавить буквально два предложения. В этом году у нас в рамках СНГ еще два мероприятия. Одно из них пройдет в Минске, в столице Белоруссии, под председателем Кыргызстана. Это заседание Совета глав правительств. И в октябре, в ноябре в Бишкеке у нас будет форум творческой и научной интеллигенции государств сотрудничества. И до конца года таким образом наше председательство в СНГ будет завершено. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех участников делегации, секретарят СНГ за громадную работу. И предлагаю поступить к процедуре подписания документов. Уважаемый господин президент, разрешите, в украинской делегации от имени Украины есть два замечания по повестке дня, к двум пунктам повестки дня, в частности пункт 3, передачи председательствами Российской Федерации. Учитывая то, что Российская Федерация нарушила нормы международного права, аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования. К этому пункту будет приложено соответствующее заявление. И пункт 5 по поводу переписи в 2020 году. Украина примет участие в переписи 2020 года, но если во время переписи Российская Федерация проведет и учтет население, проживающее на территории Украины, аннексированной Российской Федерацией, результаты переписи мы считать будем никчемными. Я к этому пункту также проложу соответствующее заявление. Спасибо. Давайте тогда документы на подпись, Сергей Николаевич. Позвольте, можно? Хорошо. Маленькую реплику хотел бы озвучить. Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала. Всё, что произошло с Крымом, результат противоправных действий определённых политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие находится в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединённых Наций, соответствующими решениями судов Организации Объединённых Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике Международного суда ООН. Первое. Теперь второе по поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ, и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры. Большое спасибо за внимание. Давайте перейдём к подписанию.